Зинаида Нинашева в 235-м доме по проспекту Кирова живет 20 лет. Говорит, за эти годы двор ни разу капитально не ремонтировали. Внутриквартальные проезды в плохом состоянии и требуют благоустройства. После дождей здесь огромные лужи, обходить которые сложно, тротуаров нет. С этой проблемой женщина пришла на прием главе города Елене Лапушкиной. Преобразить двор должны к следующей осени по программе формирования комфортной городской среды. Особенно зимой страдаем, потому что вот эту дорогу прочистят, а как сойти с этой дороги никто не прочищает. Я сама беру лопату, иду и делаю ступеньки, чтобы люди могли, как я, пенсионерка, они могли бы. Молодые-то прыг, скакнутые все, а мы-то ножки-то как уже старые, не поднимаются. Жители поселков Падовка и Чкалово обратились к главе Самары с просьбой заменить остановочные павильоны. До середины октября будут проведены торги по закупке, и уже к концу этого же месяца их установят. Кроме того, жители нуждаются в тротуаре от одного населенного пункта к другому. Его начинали делать в 2018 году, но строительство не завершили. Давайте уж с красоты начнем, и будем ее максимально беречь. А по поводу тротуара в этом году мы уже не сможем это сделать, потому что строительный сезон заканчивается, мы самоторговать не успеем, а в следующем году максимально все, что мы можем сделать, мы по этому тротуару сделаем, потому что, конечно, это неправильно. Пришли на приемы жители кварталов, которые уже осмотрела глава города. Они попросили привести в порядок дорогу на улице Парадной. Как выяснилось, план работ по этому участку уже сформирован. В следующем году Департамент городского хозяйства и экологии рассмотрит возможность выполнить ремонт проезжей части картами. Еще один вопрос, который просят решить жители Кировского района – установка светофора на пересечении Зубчининовского шоссе и улицы Товарной. Это станет возможно уже в текущем году. Мэри Илчан, Константин Головин, Василий Кладошов. События.